сегодня мы начнем программу тега взгляд после недельной паузы связи с командировкой и отъездом одного из наших ведущих алексея вот у нас где-то прибыло где-то было значит приехал другой уехал но это не значит что мы не думали о вас не думали о стране и сегодня мы продолжим обсуждать главные темы которые нам кажутся важными для вас для нас и для будущего страны первое хочется порадоваться одна из компаний большой четверки называемый аналитической кпмг сделала отчет о пятилетке продовольственного эмбарго когда мы вели санкции и сделали курс на импортозамещение контр санкции контр санкции ну ответ да ответ на санкции и курс на импортозамещение итоги победы таковы страна обеспечивает себя по основным продуктам 99 процентов зерна 93 процента мяса 90 5 процентов сахара по другим продуктам цели не достигнуты но обеспеченность выросла при этом общий вывод все цены выросли единственное что не выросло это картошка второй вывод все эти показатели по основным продуктам невозможно было бы достигнуть без господдержки как только правительство перестанет вливать деньги в пока все это остановится плюс очень много импортных составляющих изначально которые были дозер там корма химикаты тогда бычки бычки те же на вырост и так далее плюс мы сейчас продаем из всего вот этого замечательного объема только масличные культуры и зерно все остальные продукты в мире не конкурентоспособны наши 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 ну собственно вот при примерно такое и главное что я думаю что все ощутили не надо было считать вот по этим по дороговизне потому что но это очевидно за последние пять лет многие товары выросли раза в три вот сыры например молочка яйца там раза в два а как ну а сыра сыра нормального больше нет просто не существует я верю что многие люди перестали его покупать потому что но действительно там это кусочек сыра купил 120 рублей отдал непонятно за что это склизкая масс ну вот как то как то так и ну в общем сами себя опять наказали ну я хочу в этой истории отметить что если мы зададимся вопросом а кому выгодно эти контр санкции там обнаружим что крайне узок этот круг семье ткачевой например и может выгодно потому что а масс массово организма производства как индустрия обеспечивающие сколько-то массовый сегмент людей работы не существует сейчас основные производители сверхоз это крупные отваренные холдинги которые занимают гигантские площади обрабатываются современной американской техникой джорди на канадской высокоэффективны и грубо говоря деревне которая стоит рядом с этим полем никого отношения к этому поле уже как правило не имеет поэтому это никакая не поддержка деревне это поддержка не очень большого количества конкретных производителей и конечно же неудивительно что государственные дотации идут этим же небольшому количеству производителей и они же ратуют за сохранение контр санкций кому не выгодно не выгодно всем потребителям естественно и экономике россии в общем целом тоже потому что любое любые санкции любое ограничение движения товаров через границу приводит к тому что страна как бы занимается натуральным хозяйством есть большое количество вещей которые выгодны делать в россии а есть которые выгодно делать не в россии где-нибудь там на юге в том числе там фрукты растут лучше южных странах чем в россии но если мы поставим задачу полного импортозамещения то нужно будет построить много-много теплиц тратить на них много-много денег у нас будут очень дорогие фрукты но свои отечественные это куча энергии куча химии я помню там развала сельского хозяйства когда закрывались теплицы в братске по моему там кричали вот наши огурцы эти огурцы стоили в десять раз дороже чем те же самые на риски были в на риске было собственно производства фруктов и овощей потому что через северный заводцев тяжело было но это же они там а кто считал тогда ну да поэтому понятное дело что это вся история она не потому история плохая что она привела к таким последствиям что узкая группа лиц обогащается за счет населения фактически к этому привела это как иллюстрация того что любая история нас приводит именно к этому чтобы чтобы не делала пресс этот будет тот что обогатиться небольшая группа лиц имеющих доступ к государственным ресурсам и имеющие возможность сделать свою деятельность монопольной естественно любой предприниматель стремится потому что монополизировать рынок большинство предприниматель не понимает что поддерживает углу политику они скорее всего сами попадут под нож рынок достанется кому-то другому видели как у нас одни люди лоббировали концессию по четвертому мосту получили и другие более так весовое до более серьезно то же самое с поддержкой пока да и в два момента тоже первый как это работает вот прямо на пальцах и второе как на самом деле для многих людей идея о том что ну наше самое лучшее уже давно не состоятельно 1 ну то есть вот маленький пример для приграничных регионов которые могут себе позволить это не обязательно обеспеченные люди просто люди с визами и машиной они уезжают покупать нормальные продукты за границу из петербурга это финляндия потому что недалеко ехать из калининграда это польша вот у меня есть знакомые клинграда это живые люди семья такая среднего достатка и они по выходным ездят польшу потому что там все а лучше б дешевле дешевле понимаешь снизит покупать овощи фрукты памперсы там вообще все что угодно и кей там в калининграде нет просто просто вот они вот так живут соответственно это и деньги уходят евросоюз вот и люди не мыслят свое теперь вот нынешнюю жизнь модели параде второй момент давайте на примере вот то что нам хорошо знакомо это новосибирское язык собрания где в принципе каждый комитет по каждой отрасли работает вот именно так о чем мы с тобой говорить то есть транспортный комитет выбивает деньги на дороге которые они сами строят и говорят о том что ну плохое качество дорог а почему потому что не до финансирования то есть нужно финансировать два или три раза больше иначе никак и с аграрами то же самое у нас прекрасный очень профессиональный действительно аграрный комитет что там действительно работают профессионалы своего дела в основном это ли предпредседателя света директоров либо президенты либо просто сотрудники крупных аграрных комплексов разного разного направления торгового там например мансуров до который выращивает зелень и овощи самостоятельно или там производство курятин и яиц и так далее и каждый год они говорят о том что село недофинансируется она умирает и миллиарды идут на поддержку их крупных хозяйств и мы видим что даже при конкуренции огромной в новосибирске цены на яйца растут сады страны не знаю куда их девать в киргизию там казахстан отправляет тоже был скандал в киргизии аж на уровне парламента обсуждали что из новосибирска тухлые яйца им везут вот а при этом каждый раз все мелкие хозяйства остаются просто не удел потому что депутаты а зачем аутсайдеров поддерживать нужно локомотивов поддерживать и фактически большинство хозяйств перебивается просто рефинансирует свои долги и все и больше ничего не делают и все на это закрывает глаза башня падает там ну и тогда я поголовье скота вот что я собственно хотел сказать ну да то есть у нас везде и в политической области и в экономической главная проблема это растущая монополизация причем на политическом монополизации усиливает монополизацию экономическую и чем дольше продолжается тем больше дороже мы все будем платить за все кстати вот что мы забыли еще одну тему точнее и просто еще не анонсировал вот сейчас так раз из-за угла на этой неделе стало известно или на прошло за последние дни о планах ведения электронных паспортов это твоя любимая тема в продолжении электронных выборов только гораздо более еще более энергоем капитала емко в идеале вот в моем идеальном мире конечно так и должно быть но только другой стране то есть уже через два или три года они хотят сделать электронные версии паспортов как на пластиковых чиповых носителях так и просто в приложу в идеале да все хорошо там все твои данные ты их отправишь госуслуги там вот не ходишь по не не ездишь там вот эту фумс несчастный счетом куда-то все сразу но никто же не верит что а государство сможет сохранить все эти данные и б что на разработку этого по и всех чипов уйдет такое количество денег там уже там несколько миллиардов и не посчитать я кстати могу объяснить почему у нас такая страсть к цифровизации в стране потому что невозможно почитать сколько стоит разработка странного обеспечения для какой-то продукт поэтому можно грубо говоря на себестоимость накручивать там тысячу процентов прибыли выигрывать эти конкурс и покупать чипы за границей сколько это может стоить там вот они тратят 100 миллионов на разработку идти там вона программа а на и кроме став за миллион рублей 99 кладут себе в карман то есть ни в одной другой отрасли вот асфальт ты легко можешь посчитать вот столько щебня столько по битума столько-то песка столько по рабочей стоит и тысячу раз ты никак не понятно что труд и в сферу услуга она считается по-другому цифровизации это просто клондайк причем не тигрю оказывается потом что они все равно по все комплектующие а то и и ну пола одному наши умеют все-таки разработают собственно по но но все 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 комплектующие все за границей но вот пробное испытание электронного система голосования москве дала сбой что все у нас есть а у нас бедный минздрав сколько его электронную очередь не могут в поликлинику не могут электронную очередь сделать могут электронную карточку сделать врачи вручную пишут эти самые складывают в архив если ты пришел через два два месяца ты уже не найдешь это потому что нужно где-то далеко в лежит где-то в шкафу а при этом миллиарды тратится на электронное обеспечение на цифровизацию и так далее конторы которые нам навязывают чтобы они все это разрабатывали все это разработают годами и так не разрабатывают и все это прячется за мягкое молчание врачам запрещено просто выносить проблема из из дома своего из избы еще про технологии вот предлагал про владимир владимирович я согласен с тобой каждому то есть мы не можем у нас если в одном из выпусков программы не упоминается гарант считаю что выбросили помогу просто программ и так на этой неделе владимир владимирович забыл где он именно это сделал на каком-то мероприятии сделал заявление полузеленной энергетики на сказал что слепая вера вот он не умеет он все-таки достучаться слепая вера в простые эффектные но неэффективные решения ведут к проблемам имею ввиду такие подходы как полный отказ от ядерной или углеводородной энергетики исключительная ставка на альтернативные источники энергии вы сейчас самое здоровское комфортно ли будет людям жить на планете уставленный чистоколом ветряков и покрытые несколькими слоями солнечных батарей вместо того что прибраться в доме будем заметать мусор под ковер феноменально еще там про червяков было который дохнут от ветряков до червяки вылезают из земли установки так трясутся что червяки ну я не верю к что он не видел никогда ветряки европе например вот что-то датчане не жалуются пока на смерть на смерть червяков а у них помда 40 процентов энергии вырабатывается альтернативно у них и так поняла в море она вырабатывается ну да ну то есть мне кажется тут понятно вот я бы по содержанию даже и спорить не стал то что это бессмысленно во первых надо поспорить потому что очень сильно преувеличил один родивич масштаба площадей которым заняты в несколько слоев потому что там что-то кто-то считал это кстати старая тема что так называемая зеленая энергетика не сможет обеспечить человечество кто-то посчитал что типа человечеству придется построить вот вдоль экватора по полосам 90 километров шириной и когда это писалось это были еще шестьдесятые годы прошлого века как один и читал учился как раз в прошлого века да это считалось невозможно у него может человечество построить такой такую масштаба но те те масштабы с которыми сейчас китай всякие там саудовские аравии так далее строят солнечные батареи они слегка свой поэтому этот объем покроют и они покроют не конечно не те места где зелень и чувство пустыню есть большое количество пустынь и даже в китае кстати сказать очень на язву на территории пустынь до одна из самых самых богатых стран пустынями а тем более уж саудовская аравия в которой все все население живет там если пункт вдоль подбережья можно все остальное площадь занять солнечными батареями в общем этих пустынь вполне хватит на то чтобы обеспечить все человечество электроэнергией и даже сверху и останется в обозримом по крайней мере будущем но тем более все это делается постепенно и начинается же с малого по большому счету никто сейчас я нашу шинскую газ не переведет на чтобы поэтому что она себя сама питает ну или там не знаю братский алюминиевый завод никто не переведет на солнечную энергию прямо сейчас правда же например даже в россии есть хорошие опыты особенно на северном кавказе в горах куда тянуть лэп дико дорого часто и невозможно производство никакого нет на северном кавказе ну там почти ничего не производится и для обеспечения нужд просто людей с к таким качественных дней вообще никаких проблем нет вот я вообще не вижу причин но я кстати нашел где он это сказал это какой-то глобальный был форум понятно почему стал на мой взгляд основной посылу владимировича это европа не торопитесь отказываться от нашего газа и угля потому что большинство стран европы уже через 10-15 лет хочет хочет полностью убрать угольные выбросы и по возможности переводить на ветер и солнце по поводу атомной энергии они спорят потому что разные с точки зрения в швеции например там превалируют германии они потихоньку замораживает это потому что зеленые прямо до за это рату то есть вот его выступление я считаю не вот не про то что он считает это вредным а то что он считает вредным для россии и для поставщиков водородов но это типичная наша политикой не как-то титаник не видит айсберга то есть понятно что тенденция понятно во всем мире увеличивается объем этой электроэнергии цены на нее падают и через какое-то время то есть это неизбежный процесс до условно главным катализатором всего этого дела может послужить изобретение или усовершенствование аккумуляторов то есть как только аккумуляторы станут достаточно эффективными чтобы электромобили стали экономически более выгодными чем бензиновые цены на нефть на бензин резко пойдут вниз потому что основной потребитель это автомобили и по-видимому эта история неизбежно то есть она пока покрывается общим ростом экономики в мире то есть с одной стороны растут мощности зеленые когда с другой стороны экономика растет и спрос на нефть пока еще пока еще пришивать пока еще растет но айсберг на горизонте уже плавает говорит это вы придумали это бираж я согласен давай пока у нас еще осталось не но я помню как они про фанцу нефть то же самое говорить кстати до нулевых годах ой это такая такой бред от фанцева нефть сечин с миллером же проспали сланцевый в США сейчас главный производитель нефти и газа в мире да и уже весь жирный газ идет европу они не на наш потому что это ж с их точки с их позиции то тоже политиках тоже можно понять диверсифицировать убрать российский газ чтобы нет так много зависит тут мы как бы не будем делать ведь что там тоже такие все пушистых они просто думают о себе запотеносе если бы они у них была задача убрать российский газ не могли бы это сделать там 2 щелчка но но они но это устойчивой точки зрения уменьшать зависимость от российского газа вопрос просто для либо начать датировать производство ее завета но убила бы все цены на него но поставки все равно идут отжиженного увеличиваются с каждым годом из штатов на него не датирует рыночная экономика в чистом виде даст цена упали компания разорились цены выросли компании набурили новые скважины если бы сша датировали они могут себе это позволить им даже в ком-то смысле выгодно цены был рухнули в целом я не буду ли рынка сразу и их экономики это выгодно тоже ниже в основном сроки потребителями производительными но так как они этим не заниматься это была осознанная же политика долгие годы они же запечатали всегда почти все так что там они буровые эти вышки свои как в рассылке агентство рейтерс это вот вот прям самая популярная регулярная каждый день новый отчет что с боровыми вышки в сша что-то боровые вышки сша опек вот ну то есть мы реально через 50 лет придем к тому что эти новости будут уже никому не нужны по большому счету давай другой теме потому что мы с тобой много про на выгон залезли в чужую экономику да когда-то нас будут давно найдутся сучая что же где до нас мы не претендуем мы потребители мы до что то где-то сыр дорогой не хотим покупать предложение из новосибирска которая насколько нам известно пока не имеет аналогов россии она касается выборов и она касается социологических опросов которыми как мы уже с алексеем не раз говорили практически перестали доверять вообще потому что а есть объективные штуки что многие методы перестают работать из-за поведения людей из-за ситуации стране и б что показываем на цифры просто рисуют что в том что фон что какие-то еще агентство не говоря уже о местных каких-то просто не исследования что попало и вот наши коллеги из компании то я горе сеч предложила предложили сделать такую схему которая позволит а провести независимый опрос которым будут доверять и б попробовать новую матричную систему в политической сфере когда кандидаты договариваются между собой о какой-то процедуре и проходит и от начала до конца выполняя свои обязательства то есть совместный с кандидатами опрос по единой методике измеряются рейтинги доверия и готовность голосовать за кандидатов оплачивают этот опрос сразу несколько кандидатов что не позволяет переписывать его за одного или за другого и в результате ну получается некая картинка понятно что возможно это не то что хотят увидеть люди в целом на выборах но это может послужить первым вот таким примером когда по определенным правилам нет нет никто не диктуем системе системой проводятся какое-то политическое действие действие давайте ты сможешь подробнее рассказать я считаю что это очень важный прецедент если удастся его реализовать конечно потому что главная проблема наших выборов это отсутствие надежных информационных посредников то есть начиная социологических компаний которые говорят этот кандидат больше шансов имеет этот меньше в случае однотуровых выборов это критически важно кто имеет больше шансов поменьше чтобы избирать об этом узнали другая другие составляющие это сми которые бы давали объективную картину не только текущей сбрасной компании там биографии кандидатов их там плюсов минусов то есть чтобы человек знал что я нажму ссылку и по этой ссылке прочитаю всю объективную информацию всех кандидатов вот но естественно так как накоплен высокий уровень недоверия так как кандидаты стараются платить сми за рекламу за скрытую не скрытую то этот информационный посредник не пользуются доверием а другие информационные посредники типа профсоюзы общественное объединение вступающих прямой контакт с кандидатами они просто отсутствуют то есть у нас на практика просто отсутствует поэтому каждый раз избиратели приходят на избрать на участок со стертой памятью то есть каждый раз это как бы по новой кто эти люди как я же никого не знаю да как кто есть вообще откуда их так много там как каждый раз избиратель искренне удивляется обилию кандидатов обилие обещаний и не знает чем эти кандидаты занимались до этого это и пока такая ситуация будет у нас и будет плохо это понятно вот в этом смысле инициатива к гирисыч это очень полезный правильная инициатива на мой взгляд у нас себе содержит серьезный изъян то что гирисыч обращается к кандидатам потому что к кандидатам вообще-то говоря это не так нужно как избирать мне кажется более было было бы более правильно объявить сбор денег просто избирать или у предпринимателей у людей неравнодушно на применение такого социологического вопроса потому что кандидат который понимает что он не в лидерах вряд ли станет скидываться на то чтобы это стало всем известно поэтому максимум ты гарри сетч может рассчитывать на инвестиции с пары на одного единства меня думаешь игра снят но с другой стороны ведь есть и как я думаю я на эту тему с кандидатами не общался ведь есть прикладная еще одна для них роль выяснить если дойдет дело до 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 финала если есть какой-то кандидат который вырывается вперед то имеет смысл договариваться там о снятии в пользу него хотя конечно при двух турах это имело бы смысл больше чем нет нет при двух турах как раз все равно при одном тюре это имеет смысл потому что если есть два дина кандидата ясно что не делится вектор пополам и сняться в одному пользу другому нет смысла но к сожалению политическая культура российская такова что практически никогда кандидата не договариваться если они сами не являются условно говоря марионетками ну то есть вот кто-то выстрел несколько минут потом снимает то есть если они раннадцатом году прямо так и было если они самостоятельные фигуры то у них происходит снос головы во первых порых у нас отсутствует практика компромиссов политических то есть у нас за канон политической дискуссии принимается то что мы видим по телевизору что вещает соловьев киселев там и и так далее и вот вот эта вот идея что оппонента нужно уничтожить не договориться с ним она превалирует это тоже сильно портит нашу жизнь катастрофически сильно из-за этого наша оппозиция слабо и в чем на из-за того что они тоже это превалирует культура поэтому надеяться на то что кандидат сядут договорятся какие-то правила игры выработают нет в этом заинтересован избиратель которые хотят чтобы что-то поменять и если избиратель договорятся о том как они будут выбирать кандидата и социологический опрос это может сильно помочь это будет хорошо но я бы рассчитывал все-таки на тех кто не является участником гонки но тогда тоже есть опасность что уже есть комментарии в фейсбуке что ну так если заботьтесь о городе проводите сами за свой счет и бесплатно вопрос в том что если даст кто-то денег я поддерживаю что это будет все-таки не не фэндрайзинг обамы но смысле не нет ни тысячи людей по тысячи рублей а там ну вот если два бизнесмена скинутся можно будет сказать что они за там за того то нет но это это не всем так потому что бизнесмен тоже граждане и в идеале да и для кого-то потратить 200 тысяч рублей на такую вещь может быть не сильно на рыбалку на рыбалку или на охоту не сильно поэтому я не вижу в этом ничего плохого это это разумно и кстати вполне может быть тоже объективно то есть кандидат можно пригласить как наблюдателей то есть приходите прислать всех наблюдателей пусть они проверят что опрос проходил честно не в чью пользу и так далее то есть и вот так такая схема что деньги собираются со всех и может быть там с двух трех предпринимателей а наблюдают за этим все кандидаты это уже нормальные вызывает доверие потому что но если кандидат не прислал своих наблюдателей ну значит он не заинтересован вопросе и значит его в цели другие нежели там победить реально цель отобрать голоса например можно сделать поэтому по отсутствию наблюдатель на комсологичный вопрос можно сделать вывода было позиции по поводу выбора совсем вообще а если кандидат заинтересован у него нет причины прислать наблюдателей то есть чтобы потом включать вы все набрали и в пользу тех бизнесменов ну так я была тоже вариант у тебя был была опция прислать наблюдательного как это сделать не захотел твоя проблема мне кажется что по такой схеме это будет вполне конструктивно и вызывать доверие но отсутствие доверия это на всех этапах нет доверия государстве не доверят друг другу но ты об этом уже тоже разговаривал что надо преодолевать но мы в общем вносим свою лепту посильную будем об этом все время говорить на этом мы программа заканчиваем пишите нам пожалуйста комментарии вопросы к последней программе были комментарии но не так много вопросов поэтому мы их подкопим и в следующей программе опять ответим будьте с нами подписывайтесь лайкайте и все такое до свидания